Вы слушаете новости. Добрый день. Вся информация взятая с открытых источников. Подписывайтесь на канал и пишите комментарий. Итак новости. В Армении началась паника АЗ. Эйзи. С каждым днем речи Пашиняна становятся все более истеричными. Переиначив знаменитое выражение Уинстона Черчилля. Мне хочется воскликнуть. Я думал что я умру от старости. Но похоже, я умру от смеха. Оказывается, на земле нашлись нации, которые собираются просить подаяния у индусов. При всем моем уважении к древности и культуре Индии. Должен вам сказать, что эта страна прославилась не только храмами и дворцами, но и огромным количеством нищих. Увы, но это общепризнанный факт. Однако в мире нашлись люди, которые стали попрошайничать даже у индусов. А знаете кто? Армяне. Даже скажу точно, кто. Министр здравоохранения Арсен Тарасян. Он 27 октября обратился к послу Индии в республике Кишану Дану Дивалу с просьбой рассмотреть возможность предоставления гуманитарной помощи стране. Тарасян признал, что система здравоохранения Армении не может одновременно и бороться с коронавирусом и принимать нагрузку, связанную с войной. Возникла необходимость пополнить медцентры страны новым оборудованием и медикаментами, заявил глава Минздрава. Почему Армения обратилась именно к Индии? Видимо, решила действовать по принципу «враг моего врага, мой друг». Как известно, Пакистан всецело поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте, а Индия с ним враждует из-за Кашмира. Так и возник принцип «хинди хай пхай пхай». Одно признание Тарасяна уже свидетельствует о том, что Армения, ввязавшись в войну с Азербайджаном, выбрала ношу не по своим плечам, и уже происходит отказ ее жизнеобеспечивающих систем. Как передает АЗ. Эйзи со ссылкой на армию. Эйзи, очевидно, что правительство Пашиняна довело страну, что называется, до ручки. И все большее число людей в стране начинает это понимать. Вот и экс-премьер Вазген Манукян охарактеризовал нынешний период как одну из позорных и разрушительных страниц истории. Правительство Пашиняна он призвал уйти в отставку, передав всю власть армии. Косвенно согласен с тем, что Армении крышка и сам премьер Никол Пашинян. Обратите внимание на его речи, с каждым днем они становятся все более истеричными, в то время как речи представителями Набороны Армении Арцруна Аванесяна все более лживыми. Пашинян требует от своих сограждан осаждать военкоматы, а Аванесян день ото дня заявляет о каких-то новых фронтах, о смене тактики войны и о том, что они вот-вот обязательно окружат и победят азербайджанцев. Сам же Пашинян не отправляется на фронт, предпочитая командовать из кабинета. Понимаем, конечно, управлять страной тоже кто-то должен. Но месяц войны выявил абсолютную неспособность Никола в принятии кадровых решений, особенно что касается силовиков. Вначале был уволен глава СНБ Аргишти Керамин, якобы после истории с распространителями слухов среди военных, позже карающая длань, настигла и начальника погранвойск Вахинака Саркисяна и начальника управления контрразведки СНБ Армении Аганес Карумян. По всей Армении дан старт шпиономании. Скоро армяне будут писать друг на друга доносы, подозревая в работе то ли на Азербайджан, то ли на Турцию. По всей Армении установили посты СНБ, чтобы якобы бороться со шпионами и диверсантами. Конечно, столь уникальный метод борьбы со шпионажем, как посты на дорогах, просто обязан войти в учебники спецслужб. Кого же, как вы думаете, на самом деле собираются ловить на этих постах? Не шпионов, конечно, и не диверсантов. Последнее, если бы наши войска их туда заслали, уже бы сделали свое дело, но прошел месяц, о диверсиях на территории Армении пока ничего не слышно. А ловят в Армении не азербайджанских диверсантов, а отечественных дезертиров. Либо тех, кто не хочет идти на фронт, либо тех, кто уже хлебнул лиха на фронте, и, поняв всю бессмысленность борьбы, хочет избежать верной смерти или ранения. Для этого парламент Армении ужесточил наказание за преступления, связанные с уклонением от воинской службы. Теперь за них можно получить 12, а то и все 15 лет. О чем это говорит? О том, что данное явление правительства страны хочет пресечь всеми возможными методами. Понятно, что сам Пашинян, хоть и говорит, что готов воевать, но зачем устраивать женский цирк с участием собственной супруги. Его супруга Анна Акопян, в компании дюжины таких же амазонок, решила сыграть спектакль, сымитировав свою отправку на фронт. Самое время воскликнуть словами Станиславского «не верю». Очевидно одно, в Армении началась паника. Состояние правящего режима можно охарактеризовать медицинским словом судорога. Власть ищет поддержки как среди собственного общества, так и за рубежом. Однако не находит ее ни там, ни тут. Война в сочетании с коронавирусной пандемией выявила в стране множество практически нефункционирующих узлов. На фоне поражения на фронте в Армении стоит ожидать внутренних конфликтов. Пашинян будет валить вину за поражение на армию и силовиков, а обозленный народ, обреченный на тяготы, будет предъявлять свои претензии правительству Пашиняна. В Армении начинает разворачиваться интересный политический спектакль. Гораздо более интересный, чем ползание по траве Анны Акопян и ее отряда амазонок.